Попробую угадать всех десятирих персонажей, которых я сейчас сделаю, и я начну с совершенно простого мальчик-подросток. И уже на этом шаге, я думаю, многие догадались, и да, у меня тут референс, я делаю лицо точно насколько могу, загвоздка в том, что я не могу. Именно поэтому я выбрал персонажа, а не реального человека, чтобы вам не по лицу пришлось угадывать, а по более отличительным чертам. Потому что я вот сейчас брови перебираю, и они все подходят. Как вы делаете лица? Окей, я сдаюсь, лучше у меня уже не получится. Как хорошо, что я выбрал делать именно персонажей. Если бы мне пришлось делать, допустим, кого-нибудь из актрис или певиц, вы бы все с ума сошли. Да, это пять разных человек. А ведь предлагали. Я в телеге спрашивал, каких именно персонажей можно было бы отгадать в угадайке, и реально были предложения в духе... Каких-нибудь актеров из каких-нибудь сериалов. Да, а каких? Я это и спрашиваю. Ха-ха-ха. Блин, с прической тяжеловато, потому что... Окей, можно отличить тонкие губы. У всех британцев такие тонкие губы. Ой, проговорился. Считай, это подсказкой просто за то, что ты такая сладкая булочка. Да, и вы, парни, особенно парни. Забавно, что в целом любая подростковая жизненная цель ему подходит, но будет достигатором. Потому что есть одна очень правильная шутка об этом персонаже. Сколько их нужно для того, чтобы выкрутить лампочку? Один. Он ее держит, а весь мир вращается вокруг него. Бугадали, кто это? И да, очевидно, я не буду говорить ответы ртом здесь, прямо в видео, чтобы не спойлерить тебе все удовольствие. Они будут в телеге, ссылка на нее в описании, либо вот тебе QR-код. И чтобы тебе с 2026 года не пришлось два года постов листать, ссылку прямо на пост с ответами я положил в закреп. Давай играть дальше. И здесь у нас уже прямо взрослый мужчина. Я также первым делом начну с лица, потому что сейчас этот парень удивлен тому, что постарел на 20 лет по щелчку. Посмотри в эти глаза. А вот брови, кажется, моя отдельная слабость. Но они же все полоска над глазами. Как их различить? А у этого персонажа они еще и за очками скрываются. А нахрена я их тогда выбираю? У меня же тоже будут скрываться. И вот таких же нету. То есть вот это они засунули, а то, что я считал очевидно необходимым, в игре нет. Спасибо за стильный выбор, разработчики. Окей, будут эти. Благо в целом формы передает и другие отличительные черты, типа морщин есть. Боже, как же его жизнь помотала, судя по этим морщинам. Кажется, этому парню нужны были деньги. Я на всякий случай напомню, что одежды прямиком из фильма или сериала в игре нет. Поэтому я постарался передать вайп. Мне кажется, получилось очень похоже на фотографии, которые я видел. Но, если все еще не понимаешь, что за персонаж, небольшая подсказка, этот парень не растерялся бы в аптеке. А ты знаешь, как иногда сложно бывает следить за здоровьем, про витамины не забывать. Хорошо, что для этого есть халса. Сервис, который подберет тебе подходящий витаминный курс и пришлет все прямо домой. Я ежедневно пью их витамины уже не первый месяц и вижу результаты. Ногти и кожа стали здоровее, а я чувствую себя лучше обычного. Кстати, с этого месяца мне нужно пить всего 2 витаминки вместо 4. Прогресс! И, разумеется, все индивидуально. Смотри, как все проходит. Сначала тебя ждет небольшой тест, в котором определяются конкретно твои нужды и желания. Тест составлен совместно с специалистами в области нутрициологии, диетологии и общего профиля. В результате, например, можно сделать здоровее ногти или волосы, улучшить качество сна или даже сексуальной жизни. Тест все это определить, но если ты переживаешь, что его недостаточно, то можно отправить свои анализы прямо на почту хаоса. После теста витамины можно заказывать, а через месяц приема все анализируется еще раз и набор витаминов может поменяться, чтобы всегда оставаться актуальным. Собственно, у меня ровно так и происходит. Это позволит тебе повысить работоспособность, справиться со стрессом или лучше высыпаться и многое другое в зависимости конкретно от твоих задач. По моему промокоду еще и получишь скидку в 45%, плюс можно оплачивать долями, что тоже очень удобно. И не забудь крутануть колесо фортуны и получить гарантированный подарок. Все приходит в удобных коробочках, в которых витамины уже разложены по пакетикам на каждый день. И как человек, который много времени проводит вне дома, могу сказать, что это офигительно удобно. Переходи по QR-коду или по ссылке в описании за своим набором витаминов и не забывай про промокод, дающий тебе 45% скидки. И ровно как витаминки у меня в пакетиках, следующие два персонажа тоже обязательно найдут пары. Капец, модники. Игра умеет делать случайных персонажей. Посмотри, у них даже каратся одинаковые очки и серьги. Блин, хочу показ мод, на котором будут чисто наряды горожан. И первый из этой парочки связанных горожан, ребенок. Четвертый это дед. И вы знаете, я не могу сделать его дедом этого персонажа. Видимо, игре нужно обязательно промежуточное звено в виде отца. Наверное, то же самое думали и те отцы, которые ушли за молоком, не возвращаются уже 20 лет. Они просто промежуточное звено. А этот конкретный персонаж чуть смуглее, чем все предыдущие. Вот так. Да. Хотя нет, сейчас я ему делаю прическу и похоже, что это прям мулат или темнокожий. Хотя он не был таким в фильме или сериале. Но я беру цвета с референсов. Окей, может он немного светлее должен быть. Может немного слишком перенетфликсил. Но волосы подходящие точно были те. Я эти хочу показать просто потому, что тут коса такой длины, сколько этот человек, по-моему, не живет. Это вообще реалистично, к этому возрасту отрастить такую косу? Ладно, давай верну ту прическу, которая подходит именно персонажу. Скорее вот это. О да, королева. Не-не-не-не-не, мы тут не шутим. У нас все серьезно. И следующее тоже серьезно. У нас что? Нет желтой футболки? Есть вот это, но это что-то более кислотное, чем просто желтый. Обычный желтый. Да. Есть поло с зайчиком. Есть какие-то динозавры и кролики. Даже лампа. Обычная желтая футболка. Игра, алло. Это must have. Мне не нужны крестьянские одеяния. Спортивные числа. Жирафы, монстры, треугольники. Я хочу желтую футболку просто. В самом неожиданном месте я наткнулся на препятствие. И жизненные цели, скорее всего, больше подходит общение. И мне кажется, еще до того, как я приступил к следующему человеку в паре, вы уже отгадали всю пару. Не слишком простых ребят я подобрал сегодня, нет? Напишите, пожалуйста, насколько сложно или легко вам сегодня отгадывается. И кого еще из персонажей можно сделать. У меня будут посложнее в сегодняшнем выпуске. Вот так, чтобы вы совсем не заскучали. Ну и слишком тяжелых я в самое начало не ставил по понятным причинам. Вот следующий персонаж может поставить ноги в тупик. Пока давай выберем цвет кожи для этого, потому что он довольно необычный. О май, боюсь это слишком насыщенный цвет волос. И да, расстегнутого халата, к сожалению, нет. Но я думаю, вы уже поняли, кто это. Последняя деталь пазла. Это абсолютный гений. Как думаешь, что за парочка эти двое? И, кстати, уже в это воскресенье мы меняемся местами. Ты делаешь персонажей, размещаешь их вот по этому хэштегу в галерее, а я на стриме их угадываю. Ссылка на твич в описании, он открыт. Для всех мы начинаем в 6 вечера по Москве. А я пока перейду к следующему персонажу, который, как говорил, возможно, некоторых поставит в тупик. Но оттого даже интереснее. Глянем, сколько людей угадает этого парня. И с этим гупоизведение такое, что вот этот пиратский наряд в Sims 4 самое близкое, что есть к оригиналу. Просто держу в уме, что именно на одежде мы слишком сильно не концентрируемся. И экраном сгенерировал у парня с такой лысиной, что является совершенно обратным от того, что на голове у персонажа. Хотя нет, знаешь что? Нафиг прическу, это выдаст вам все слишком рано. Я хочу, чтобы вы погадали. Давай я покручу лицо. И сижу, кручу себе лицо. Нет, персонажу. А, брови. Вот мы и встретились снова. И знаешь, этот момент, когда вроде бы так много всего в Sims 4 добавлено, но когда ищешь что-то конкретное, этого нет. Ни простой желудой футболки, ни той прически, которую я ищу. Хлажная имитация бесконечного выбора. Так много всего. Нужного. Ничего. Но вроде как образ в целом сохранен. Я очень на это надеюсь. Надеюсь, те, кто знал, узнали. Потому что наряд. Я пытался. И предупреждал, что будет сложно. Так что прекрати плакать. Прекрати плакать. Окей, следующий персонаж будет очень простым. Буквально все, что нам потребуется, это один наряд и один цвет кожи. Ну вот, я же говорил. Напиши, если узнаешь, кто это. И не переживай, если пропустишь стрим. Все записи хранятся в спонсорке и на Бусте. Ссылки в описании. Там сотни записей стримов и дополнительные видосы. Я вот так могу бесконечно листать. Но прохождение 18+, с викидом, без цензуры. Исследование всех сверхов. Третьего симса. Стройки. Прохождение ачивок на мастерство. И даже файлы типа сохранений или записи стримов по другим играм. Все это по ссылке в описании. Бусти спонсорка одно и то же. Просто выбери, что тебе удобнее. А я пока перейду к персонажу, который может быть не так прост. Зато, я думаю, очень понравится всем парням. Не шутка. Хотя, тоже ничего. Но нет, нет, нет. Я про нашу мадам. И да, это первая девушка за весь выпуск. Вау. Что за сексистский эпизод. А не. Красить пытаться я ее не буду. Это вас только запутает. На макияж никакого акцента в произведении не делается. А вот объемные рыжие волосы. Разве что не конкретно эта прическа. Зато я нашел брови. Ровно те, как надо. Ха-ха. Наконец-то. И знаешь, я думал, что ни прическа, ни одежда не будут проблемой точно. Ну, потому что они прям базовые. Нет. Я не могу найти тот самый верх. Прическа условно та же. Одежда должна была все выдать. Но теперь мне страшно. Да? Обтягивающую водолазку с закатанными рукавами я не нашел. Пожалуй, это будет лучший вариант. Хотя, черт, там живот должно быть видно. Вот. Вот. Вот это, наверное, подходит лучше. Ах, да. А еще это подростки. Насчет лица я не уверен. Но насчет лица я никогда не уверен. Опять же, я просто не умею делать лица. Я их даже нормально не различаю. Но надеюсь, вы поняли, что за персонаж. Я надеюсь, тебе нравится футболка, которую я сегодня снимаю. Это мерч. Ссылка на него в описании. Лягушка вышита. Качество лучшее. Есть и более бюджетные варианты. Ссылка, опять же, в описании на все. Просто вот сейчас потеплело. Я пересел с худосов, которые не в наличии на футболке. Черт, они офигенные. А вот следующий персонаж не разбавит нашу сосисочную вечеринку. Только добавит еще одну сосиску. Потому что это снова парень. И я начну с бровей. Просто, чтобы быстрее с этим закончить. Господи. А вот это лицо получилось даже очень похожим на мой вкус. Только вот с прической, как всегда, проблема. Она здесь еще такая колоритная, что найти бы ее. Пришлось переключиться на женские. Окей, это мы спрячем под шляпу. Тем более, что нам как раз нужен цилиндр. Есть. Кажется, никто из разработчиков не подумал, что хоть кому-либо понадобятся фиолетовые перчатки. Тем не менее, сейчас они нужны мне. Окей, вот этот цвет вполне сгодится. И для этого персонажам не первый раз приходится включать фильтр по мужскому-женскому. Потому что именно в женском находятся некоторые его вещи. Да, я думаю, этот чел готов. Его жизненная цель будет завязана на еде. Точнее, именно на десертах, но я тебе этого не говорил. И да, у нас место в семье закончилось, а я обещал 10 персонажей. И еще двух я оставил в телеге. Огромное спасибо ребятам, которые особенно поддерживают канал. И если тебе понравилось смотреть, как я что-то делаю в кассе, то вот еще один такой видос.